Приветствую вас! И начать мне бы хотелось с того, что медикаментозные средства лечения я думаю вам подсказывают врачи, в том числе и в разделе медицины, в том числе и психиатры может быть. Что касается психологического аспекта вашей проблемы, то первое что я могу порекомендовать это как минимум терапия. Терапия довольно длительная, потому что у вас не только ряд проблем. То есть смотрите, вы пишете, значит, так. Проблемы, напряженные отношения в личной жизни, это, соответственно, проблемы связанные с линией и моделью мужского поведения, это, соответственно, связано с проблемами в понимании того, чего вы хотите от личной жизни, это связано с проблемами в принятии партнера, а значит, проблема в принятии себя, а это довольно-таки серьезные, глубокие, основательные проблемы. Далее, проблема с работой как нарушение трудовой и профессиональной идентификации, это просто серьезная проблема, потому что профессиональная реализация самореализация, это одно из важных направлений, одно из важных направлений самореализации и самоактуализации личности, а это без этого никак. Вы пишете и так далее, значит, если еще какие-то проблемы, то со всем этим нужно с вами работать. У всего этого определенно есть некий объединяющий момент, этот объединяющий момент связан с определенными проблемами, скорее всего, идущими еще из детства. Это многое вы принимаете близко к сердцу, именно потому что у вас есть ряд страхов, у вас есть ряд сомнений в себе, вспыльчивость и агрессивность. Это следствие внутреннего конфликта, внутреннего противоречия, которое происходит в результате совмещения, конфронтации двух или более установок внутри вас. А также, как я понял, апатия, связанная с сомнением в том, что вы можете свою жизнь как-то изменить. Далее, значит, ну, далее вы пишете про, значит, вес, ну, вес тут, скорее, как вследствие, как психосоматический такой симптом. Я думаю, если заново все это проработать, то, соответственно, нормализуется и вес. Дальше, запутавшись в своих загонах паряной и посвящают сутидальные мысли. Ну, вам, знаете, так, вам нужно все это распутывать вместе с психологом, вот хотя бы в режиме онлайн, то есть, хотя бы... Вам никуда еще не надо, понимаете, вам нужен психолог, и психолог такой на постоянной основе, регулярно, в течение какого-то времени. Психолога, которому вы можете доверять, которому вы могли бы довериться, рассказать ему вот все, что вас волнует. И если вы готовы к работе, готовы к изменению своих установок, то я думаю, что вам можно будет помочь. Модель мышления, где нужно быть сильным рядом тем, кому еще хуже, это порочная модель, это модель сравнения, это модель, по сути дела, такого обезличивания людей, как вас, так и других, потому что то, что, например, хуже для одного человека, не является таковым для другого, ну и так далее. То есть вы судите по другим людям, потому что вот если связано с тем, кому еще хуже, то вам вроде как не так вообще плохо, то что вы, по сути дела, находите под огромным добычением постоянно, это вроде как как уже и, ну, совершенно нормально. Поэтому я думаю, что от сравнительной характеристики, от сравнительной модели мышления необходимо отказаться. Я думаю, что мышление лучше строить на основании того, что лично для вас важно. Вы спрашиваете, может быть, кто-то сталкивался с чем-то подобным. Вы знаете, да, и с агрессией, и с напряжением в личной жизни, и с состыльчивостью и с агрессией, мы все сталкивались, все психологи с этим сталкиваются без исключения. Вот, значит, с этим как бы проблем нет. Вам важно выбрать эксперта на нашем ресурсе, вот, может быть, из тех, кто ответит вам на вопрос, может быть, из списка экспертов по психологии, вот, выбрать для себя соответствующего эксперта, который подойдет вам по цене, по стилю метода работы, и, ну, и еще по каким-то критериям тут уже вам решать. Вот, вы можете там в профиле почитать отзывы, работав экспертом, вот, и начать работать. То есть лучше всего это аудио или видеосвязь, вот, но можно и по переписке, конечно, тоже, но это уже не так. Вот, поэтому, собственно, вот такой вот вам будет мой ответ. Очищать ваше сознание от эмоций не стоит, потому что это значит делать из вас кого-то другого, кого-то другого, какого-то другого человека, по сути дела это означает перестройка человека, психолог этим не занимается, какого-то, какой-то такой перестройки кардинальной личности, я думаю, что нужно эти эмоции правильно понять вам и учиться их правильно выражать, а за эмоции навсегда стоят потребности, за эмоции навсегда стоят мотивы, и это требует также определенного внимания, это требует также определенного удовлетворения, это требует коррекции модели поведения вашей, который будет мешать, будут мешать ваши установки и привычные модели поведения с призрачным эффектом, ну, с призрачным, эээ, положительным эффектом, что обычно запускает модель, эээ, что обычно запускает, прошу прощения, эээ, защитный механизм человека, то есть человек начинает противиться, когда эээ, слышит некую такую, знаете, ну, помощь, ээ, некую такую, знаете, некую такую терапию, да, то есть, эээ, вот эта вот терапия, она может вызывать эээ, эээ, негативную защитную реакцию, вот, так что, думаю, так можно ответить на ваш вопрос, эээ, и, значит, повторю еще раз, что вам за лекарствами нужно обратиться все-таки именно в раздел медицины, там вам помогут именно с препаратами, а здесь вам необходима только терапия, личная беседа, ээ, вот, и, собственно, изменения в вашей жизни, я думаю, так. На этом все, надеюсь, что он помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok